Новые шкафчики, игрушки, тренажеры уже ждут маленьких хозяев. Но пока комнаты и спальни осматривают взрослые. Глава города приехал в седьмую саратовскую школу. Часть помещений передали под детский сад. Это большой плюс для района, в первую очередь. И, конечно, и для микрорайона тоже. Все рады, конечно, что открывается детский сад, такой новый детский сад, оборудованный новыми современными игрушками и обучающими какими-то инструментами. Почти 700 квадратных метров рассчитаны на 60 детишек. Каждая комната оборудована современными обучающими тренажерами, такими, как, например, интерактивная доска. Опробовать ее предложили главе города. Вы можете создать свой оркестр. Оркестр? Да. На новое помещение было выделено из городского бюджета 2 миллиона рублей. Еще три из федерального и областного. На эти деньги сделали капитальный ремонт, утеплили фасад, заменили окна. Сад готов к приему детей. Персонал укомплектован. Самое главное, нужно следить за новыми тенденциями развития программ, которые сегодня разрабатываются. Появляется очень много интересных. И интегрировать их, естественно, в наши здесь процессы обучения детей, развития детей. Да. Это самое главное, чтобы у нас детишки развивались, на месте не стояли, вот в одни-то бирюльки там не играли. Детский сад, расположенный в школе, это пилотный проект городских властей. Число малышей растет. На строительство отдельных зданий не всегда хватает средств. Поэтому подобный вариант – неплохая альтернатива. Развитие сети дошкольных учреждений там стоит на особом контроле у губернатора. Поэтому, в общем-то, у нас особое к этому отношение. И город использует все возможности, которые сегодня есть, для того, чтобы закрыть всю потребность в местах детских дошкольных учреждений. Вот такая вот идея, которая сегодня у нас родилась, это рядом с детским дошкольным заведением сделана пристройка. Прекрасные условия все созданы для того, чтобы здесь детишки находились. И 60 человек у нас на следующей неделе сюда придут и найдут здесь, обретут свой здесь новый дом. Для дошколец сделали отдельный вход. Есть своя площадка для игр. Мешать школьникам детвора не будет. Работать сад начнет уже в понедельник. Динара Дусалиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.